На скамье подсудимых Андрей Кудинов. В августе суд назначил ему условный срок, но заводчане были этим недовольны. Ведь подсудимый не только нанёс рабочим отавилих и материальный ущерб, но и оскорбил людей, говорит представитель предприятия. Пока шёл процесс, ко мне подходили много работников, потому что очень болезненно воспринимали эту обстановку. Поэтому действительно, я не знаю, почему органы полиции не рассматривали именно как вандализм это. Для работников завода это было очень болезненно. Прокурор потребовал ужесточить наказание. И вот новый вердикт. Окончательно определить Кудинову, как будет три года лишения свободы, без ограничения свободы, с отбывания в колонии строгого режима, меру пресечения Кудинова, доступления приговоров закону силы, изменить на заключение под сражу, взяв его под сражу в зале суда. Теперь любитель лёгкой наживы разделит участь подельников. Осуждённого отправят в следственный изолятор, а затем по этапу в одно из исправительных учреждений Прикамья. По словам обвинителя, основанием для ужесточения наказания стало криминальное прошлое фигуранта. Переговор считаю законным, обоснованным и справедливым. Наказание назначено в виде реального лишения свободы. Его и добивалась прокуратура Матавильевского района города Перми. Он ранее судим уже за кражи и снова совершил кражи. Вывода для себя не сделал, на путь исправления не встал. Рецидивист обязан возместить Матавильевским заводом цену четырёх бронзовых плит общей стоимостью почти 250 тысяч рублей. Хищение остальных элементов мемориала на совести других членов группы. Между тем, памятник заводчане восстановили. Только бронзу заменили на мрамор, чтобы не искушать других охотников за цветметом. Елена Иговцева, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.